Сегодня это Никита. Я нажал. Где-то сейчас возле Саманова идет. Где-то возле Саманова сейчас. Ну и что там он сделал? Да немного он сделал, но прокопал может на штыка полтора местами. Но за грамки эти он не выходил. Куда он длины кидал? А по сторонам, как обычно. А ширина какая? Ну 2,80. Там где положил бревно на расстояние. Нужно абсолютно ровно очертить. Ну как положили. По бревну? Да. По бревну. Так это линейка. Специально у нас доска была. А при чем тут бревно-то? Ну прямое более не менее. Бревно? И по нему копать будете? Мы же не думали копать-то. Я положил сразу заранее показать этот метин. А потом вы позвонили. Мы и собрались. А потом надо было очертить. А нет значит нет. Положил доску. Прочертил там гвоздем или лопатой. И потом все время прикладывать ровнять. Ага. Давай. Ставь на место. Ты не тормози так вот. Это портится сильный велосипед. Ты давишь на тормоза. Сейчас ты тормоз давишь-то. Ага. Он смотри назад. Он волоком идет. Ты сейчас разве не понимаешь? Да я понимаю. Это специально. Дока зачем ты это делаешь? Ну тут скользко. На тихо. Да сейчас ты поехал вот здесь. Смотри вот. Вот ты тронулся. Я знаю. Я виноват. И ты давишь на тормоза. Лучше на чужой велосипед не садись никогда. Я вывезти слышу. А ты не давай. Кому надо, пусть я сами себе. Речь идет о Виталии. Сегодня дождь был. Ну ребята звонят. Что делать-то? Вначале я думал он закончится. И сами начали работать на Южном. С бульдозером. А он сильнее да сильнее. Я тебе звоню раз, другой, третий нету. Где твой телефон был? С собой. А почему не отвечал? Ну не захотел. Как не захотел? Ну не захотел и все. Ну ты слышал, что звенит и не взял? Слышал. Да, не взял. А как это так? Работал и началось. У меня такого не было. Как-то я не захотел. Ты даже не знаешь, кто звонит-то. Ну вот, захотел. Вы оккупировали меня вот этими странностями. Я звоню, долго звоню, звоню. Забыл телефон. Ну что, забыл, потерял, утопил. А что не захотел? Я такого, ну, нормально даже нет у меня на это рассуждения. Ну и что? Хотел сказать, что все, заканчивайте и уходите домой. Сушитесь. Дождь сначала усиливается. И видно, что не на день-день. Может быть. И этот, а то наш бульдозерис перестал работать. Я поснимаю, а там печка жрит. Не знаю. Еще с Виталием. И что-то не пошел домой с вами. Почему? Вчера я тебе сказал, ты порви горошку. Ты нарвал плесчатки, которые только отсвели. В них ничего нет. Вот он, горох какой. Вот он. Получается горох. А зачем же ты нарвал такой, который вот такой, стиснутый? Ну ничего еще в нем нету. Зачем же нарвал-то ты? Спрашиваю, зачем? То есть испортил. Выброс я его. Я поел свой. А он лежит там, никто не трогает его. Что с ним делать-то? Целый. Ну если зависть, только зависть опала, у него нет там ничего. Из всего стручка одну горошину нельзя состряпать. Рвете. То есть новая сфера, куда вы касаетесь. Вот сегодня, я думал, ты собрал все помидоры, а я огурцы собираю. Гляжу. Набрали два ведра, я глянул, помидоры сачу не брал. Маленькие. Так они больше не вырастут, они же. Если он начал уже созрел, он только пропадать будет. Ты это не знал? Ты думал, он зрелый и будет расти? Ну если маленькая, рост там, в женщину. Вот я говорю, Катя у нас была. Но если она не вырастет, когда ей уже двадцать с лишним лет. Вы мне такие вот странные штучки подкидываете, что я даже не знаю, что об этом можно говорить или нет. Учить. Как не учить, когда ясно по самой природе. Может, уйдет. В развалочку. Как всегда. Вот это вот ты подобрал жерди, подойди к нему. Положил высоко. Они были проросшие травой. Теперь я тебе говорю. Говорю. Виталий, а ты видел, что эти жерди лежат вот с этой стороны? Да. Ну ты видел, что здесь, как Никита сделал. Траву убрал, большие чурки положил. Ты видел? Видел. А почему ничего не сделал? Я не хозяин. Слово не хозяин означает, тебе это все равно. А ты даже идешь осла, врага видишь. И тогда его разгрузи. Смотри, какая погода. Все буквально благоухает, все лето. Так, Володе подойди. Володя, выйди-ка сюда, там закончи. Так, подожди минуту. Я вас отправил туда. Ну то ли нет, то ли еще. Тебя тут нету? Нет, нет. Он лепешки пекет. Подними ее, бережись, подскажешься. Котов плащей. Мой. Ты его купил где? Нет, не Роман дал. Роман дал, когда выезжал, да? Да. Подарил? Да. Это ненадолго. Вопрос. Когда я вас отправлял? Я говорил, что старший ты. Говорил? Говорили. Ты это слышал? Ты говоришь, что вообще... Там, подожди. Я сейчас... Я не знаю... Сейчас ты можешь помолчать? Да. Тебя никто не спрашивает, что ты начинаешь сразу бузить-то? Никита, ты это всегда слышишь, когда отправляю вас? А? Ну, в этот раз-то не было такого. Ну, как сидели за столом, я сказал. Да и так понятно. Когда вы ни разу, допустим, не делали, не знаете. Володя... Ты знаешь, что он старший? Нет. Я, вроде, к нему и обращался, как к старшему. А он говорит, что Никита старший. Вот сегодня так же... Ну, зачем он будет говорить? Ну, так было... Когда я назначил. Сегодня так произошло. Они пошли, я вам привез обед туда, на пруд на Южный. Вот. А потом, когда от вас поехал, вы сказали такую фразу, что сегодня можно было бы это... И не выходить, раз дождь начался. Да. Да. Вот. А я говорю, ну, они уже, говорю, пошли. Да. Вот. Вы промолчали. Все, я поехал. Ну, раз пошли, уже остановить я не могу. Да. Я на саман, это, на скворечник приехал. Там, смотрю, он льет, льет. Я им позвонил, говорю, остановитесь, пока на саман нам. Туда зайдите, говорю, и меня подождите. Я подъехал. Никита говорит, что надо было все-таки идти. Я решил с вами, позвонил вам. Да. Вот. Мы туда пришли, я говорю, Никита, раз ты такой, то будь тогда ты старшим сегодня. Пусть все. Над кем? Над нами. Не над нами. Ты не имеешь этого права. Ты не так сказал, Володя. Ну а что, Никита? Так не бывает. Ты мог, уходя оттуда, сказать, вы оставьтесь двое. Из двоих старше Никита. Вот так можно было. Нет. А когда тебя поставили старшим, а ты, а я тебя старшим, ты не имеешь права этого. Тебя поставили старшим. У тебя прав, и такого нет ни в армии, нигде. Поставили сержантом тогда. Ну я тогда этому ефреатеру даю, будь ты старшим. Такого не бывает? Не хочу ефреатерам быть. Ну ты слышал о том, что сказали идти надо домой? Да. И какой это твой вывод? Выработка. Я посмотрел, мы копаем, хорошо идет, там сухая земля, быстро можем выкопать. Я подумал, ну вы же мне все долбите, выработка, выработка. Я подумал, давайте идите, а я тут поработаю. Все, хотите идите, у меня сегодня силы все есть. Я решил поработать. А что такое послушание? Ну видимо неизвестно. Что такое послушание? Ты объясни. Послушание послушал, да и человека. И пошел делать свое дело. Да нет, сделал то, что он говорит. А делай то, что сам. Ну сказали идти домой. Никита сказал тебе и Володя, двое сказали. Почему ты не пошел? Ну я же вот объяснил, у меня какие были. Нет, именно ты начал делать, я это понял. Почему ты не послушался? Я вам сказал, я решил, я говорю, ребят, если сейчас мы уйдем, завтра месиво будет. Тебе не надо решать, сказали идти. Зачем ты решаешь? Я говорю, не думай, ты выполнишь то, что тебе положено. Ты никогда не делал сливы. Здесь большая точность нужна. Ты маленько где-то в сторону отколупнул, чуть выпал камень, ты не знаешь даже что. Вымеряется до сантиметра, меньше сантиметра. А ты копаешь и обузуешь, ты меня разрушаешь плотину. Нам нужно сделать так точно, чтобы короб пошел в притирку, нигде даже миллиметра не было. Я копаю. Да дуралом там уже лопату десять раз сломать. Ну я аккуратно, Игнать Тихонович. Да не о лопате речь идет. Они все это вымерели размеры. Да тебе ты один не имел права оставаться. У тебя старший пошел, а я остаюсь тогда так. Это грех Саула. Ты все сделал как я? Все. А что это за блеяние овец и мыщание быков? А это я для Бога хорошее решил оставить. Для Бога. А чего с грязью мешать-то? Он сразу же сказал, Бог отнял от тебя царство. Отнял. И что бы он ни делал, закончит самым позорным образом. Накануне пойдет к ведьме, которых истреблял. К ведьме пойдет. И дальше жизнь закончит самоубийством. Царь. Которого Бог избрал. Которого пророк благословил. И все потерял. Ты это слышал историю эту? Ну да, кое-что. Ну я читал. Ну и как ты воспринял ее? Непослушание такой же грех как волшебство. И дальше это непокоривость. Такое же, как говорят, там перечисляется. Противление. И ты никак не отнес это к себе. Ты мне такую сегодня доставил заботу. Что он там делает сейчас один? Когда там одного раза копнуть нельзя лишнего. Мы вымеряем и вымеряем. Рейку прикладываем непрерывно. Какой наклон дать? Это не яму копать. Это не окопы копать. Это для воды. Вода не терпит проникновения. Она будет размывать. Зачем ты это сделал? Я меньше там, знаете, чуть-чуть. Поменьше. Вот где они сделали это, я меньше сделал. Тебе, Виталий, непонятно о чем я говорю? Я понял. Почему ты не пошел, когда двое тебе сказали? Иди. Я же объяснил почему. Объяснять то не надо. Мне нет. Почему внутри тебя не возникло такое? Сказали. Я иду. Тем более, позвонил. Я-то знаю, что это мое указание. Ну не знаю. Я вот так. Чего не знал? Чего не знал? Ну раз вы. Я вообще изначально тоже хотел остаться. Раз вы нас уже погнали туда, думаю. Ну и все. Кто тебя погнал? Ну как то? Вы. Я погнал. С дочь мы туда пришли. Кто тебя гнал? Я говорил не ходи. На весь день там все вкалывайте, как положено. А подожди. Кто тебя погнал? Ты видишь какие слова говорили. Настрой то такой был. У меня был настрой уже никуда не уходить. Я не могу с насоем вашим. Я гляжу погода. Пошли. Нормальная погода. Пошли. Дочь пошел. Он спрашивает, что дальше делать. Советую вернуться. Дочь идет сильнее. Заканчивайте все. А он телефон не берет. Давно уже прошел. Я раз за разом звоню. Дочь-то давно прошел. Ты считаешь тебя погнали? Ну в смысле? А как? Не погнали что ли? Ну я в том плане, что надо делать все быстрее. Гоним. Я не в этом плане, что погнали там все как этого. Гоя какого-то. Погнали, что ну быстрее надо все делать. В том плане, что в этом плане. Так плана никакого нету. Дочь пошел. В этом смысле. Надо вернуться домой. Сказали вернуться домой. Я ему звоню. Тогда Никиту стал выходить. Первый раз не берет телефон. Ну если бы они мне, Игнать Тихонич, если бы они мне так сказали, как сейчас вы, что миллиметр там все, ну погрешность. Это для воды. Для воды. Вот я бы сказал все ребята. А ты знал что там? Я умываю ручки. О чем? О чем? Для чего там работа копаете? Для чего? Ты не знал? Не, я знал. А о чем тогда вопрос? Что? Ну ты делаешь вид как будто я знал. Это туалетная яма что ли? Что тут такая, ну как сказать, такая точность. Ну не точность. Давай. Вы прикладываем доска сороковка. Шесть метров длины. Ты туда взял полсантиметра дальше. Как я туда прижму? Это щель. В которую вода, она не пойдет вода где сопротивление. Она там где нет сопротивления. Ты не знал, что не знал что вода все размывает? А что ты не знал то? Я не знал такая точность. А для воды какая точность то? Ей притирку надо. И поэтому мы когда все уже сделано будет. Самоним заново. Мелкими такими как палочки делаем. Туда протыкаем все. Глину разводим. Поливаем водой. И нынче Бог меловал. У нас нигде не прорвало. Экология приезжала до этого даже на бетонный. У нас то снесло, у вас все снесет. Не снесло, 21 год стоит. Я сейчас подойду. Виталий, зачем ты это делаешь? Ты меня страшно огорчаешь и пугаешь. Я сейчас просто не вытерпел. Идти туда отсюда это около двух километров. А от моего скворечника полтора километра. Я Никиту быстро на ноги посылаю. Никита иди. Он сейчас разрушит всю плотину. Ты будешь копать и копать. Какую глубину надо было копать? Три лопаты. А что сказал? Володя. Да это вымерять десятки раз надо. Не лопатой. 60 сантиметров он сказал. Это три этих. Он сказал примерно, потому что там сам. У нас доски. Бортовина из трех. Двадцатка. Мы не можем ни выше, ни ниже. Мы связаны. Ты совсем не понимаешь что ли этого? Я не глубоко. Яма должна быть наклон маленький в эту сторону. Это не просто какая-то яма. Какая-то для туалета выкопали. Это желоб прокапываем для того, чтобы короб установить туда. По которому потечет вода весной. Самый большой момент опасный. Весной хлынет оттуда с полей. Там бурлит и кипит все. Ты пошел. Вернусь. Я прихожу. Я знаю все дома. Опять захожу. Тебя опять нету. А где Виталий? А вон там. Да как же можно было одного оставить-то? Понимаешь, ты меня не в тупик, а просто отбрасываешь. Как у тебя понятия такого нет? Хотел как лучше найти. А получилось? Как всегда. А всегда как получается? Через энное место. А тебе лучше-то как сделать-то, когда послушание дороже всего? Даже монахи придумали, что послушание дороже поста и молитвы. Хотя это от сатаны. Выдумка такая. Но послушание, тем более, ты никогда не делал. Я вот говорю выработка. Я думал, так ребята, смотрите как хорошо идет. Куда мы сейчас уходим? Ну объясните, что вы испугались дождя что ли? Тебе зачем я тебе сказал? Можно же вас было убедить по телефону? Я тебе сказал, не рассуждаю. Как убедить? А вот так? Мы стали промыкать. Ты-то не промыкаешь, а мы промыкаем. Меня оставьте, я буду работать. Он не знает даже для чего делает. Дело в том, что Виталию это неоднократно. С самого начала, как ты приехал, ты так и начал. Тогда на Южном то же самое было. Захотелось тебе, ты пошел сюда. Зачем я пошел? Объясни. За лопатами. Да. Потому что мы не взяли лопат. Не взял, да. Я вернулся с лопатами. Ты же не сказал ни слова. Никита кинулся, а где Виталия? Я говорю, не знаю. Наверное, отошел в туалет куда-то. Он начал тебя бегать искать. Он говорит, что тебя не волнует? А знаешь, почему я тебя не спросил? Потому что я был уверен, что ты меня не отпустишь. А зачем тебе тогда с кем-то жить вместе, если ты уверен? Это неоднократно было. А как? Ну я для дела. Я пошел за лопатами. Тебе не надо дело, послушание говорят. Дело-то не надо. С тебя уже не дело спрашивает. А куда ты делся? Мы тебя ищем. За этим делать отмостку, Никита тебе советовал не ходить. Ты все равно, я хочу и все, и пошел. И пошел. Четыре здоровых мужика и пошли ко вдове просить. Я прихожу. Я думал, нашли, у меня много инструмента разного. А я ходил. А кто тебя посылал? Никто. А кто разрешил? Никто. А оно так лучше. То есть самость у тебя на первом месте. Это крайне опасно. Ты непредсказуемый. Мы должны какие-то меры принять. Это не день, не два. Он тебе говорит, с первого дня. Вот тебе примеры прямо говорят. Ну да, у меня есть такое. Это самая моя коренная видимо. Ну ты можешь сказать, из семинарии ты из-за чего тебя освящили? Ну вот именно из-за этого скорее всего. Да какой же ты священник, когда ты никого не слушаешь? А я не хотел был священник. А зачем пошел? Узнать христианство. Кормят хорошо у папа? Нет. А зачем? Христианство узнать хотел. Жену чтоб подарили тебе? Да нет. Ну так так и получилось. Ну и ты сам думаешь, какой вывод отсюда нужно сделать? Не знаю. Не знаешь. Понимаешь, изменений-то в тебе никакого нету. Вот какой ты был, такой и остался. Мы трое и не можем предсказать, что ты можешь сделать. Работали, бац, никого нету. А где Виталий? Нету. Я утром прихожу, ребята занимаются, кто-то Библию читает. А Виталий где? А нету. А где? Опять улегся спать. Понимаешь как? И при том ты гневный, ты начинаешь гневаться и можно сказать, ты можешь совершить просто ужасное в этом гневе. Да ладно, я говорю. А? Да, ну перестаньте. Что значит перестаньте? Ну в смысле? Гнев? Что я могу совершить? Да, у меня бац. Но ты сам это делаешь или не сам? Вот допустим, сидим за столом. Я говорю, Виталий, вот сейчас ничего не разговаривай. Ты через минуту опять вылазишь. Ну постарайся помолчать. Сейчас мы едим. Помолчать. Притом совета от тебя ни одного дельного нет. У тебя опыта вообще никакого нету. Ни по жизни, ни духовной. Ничего нету. Благовенно выскакиваешь. А можно сказать, а не надо, не надо. Я уже тебе несколько раз слушал, вижу, одна дурнина лезет. Ну не надо, сказал не надо уже, не хотим слушать. Но остановись. Ты все равно лезешь. Какие это, как сказать, космические выводы делаешь? Ты почему не справляешься, то почему ты на своем настаиваешь? Не знаю, тяжело, видимо, победить. Ты чувствуешь, ты сам делаешь или кто-то в тебя там побуждает? Ну я думаю, раз вы со стороны же виднее вам, что значит это... Ну а ты-то сам как чувствуешь? Ну я думаю, что, ну как сказать, ну отмени... Я помыслы ловлю просто, мне приходят помыслы. Ну я тебе когда сделал, что означает, вот стоишь вот так вот, покажи вот ноги вот так вот, и вот так вот стоишь и в церковь поднимаешь. Ну это у меня ноги затекали, я вот так... Только ноги затекали, да? И ты этим расслаблял? Нет, а вы мне объяснили, что это... Ну как затекали, когда пришли только в церковь? Только зашли. Только зашли. И ты начинаешь... Знаешь, это привычка уже выработалась. Значит, ноги затекали, ты видел, они опухли, сапоги разорвали или еще. Ну зачем ты глупость огородишь-то? Я тебе сказал, блудная лихорадка тебя трясет. Я тебе сегодня сказал, теперь в сидящем положении у тебя вот так она проявляется. В стоящем вот так. И ты говоришь, стою на благослуживании, одни блудные мысли идут. Твои слова? Да, да. Ну я тебе не знаю ничего этого, я тебе сразу сказал, чтоб тебе кипит-то где-то. Так и есть. Ты на днях спрашивал мне, где тебе надо заработать? Ну да. Спрашивал? Да. Деньги нужны? Ну да. Ну? И ты думаешь, где их достать? Тут работы никакой нет, дожди идут. Ну не Анила что-то там хотела. Что? Лестницу чтоб ей сделали. Ну неужели лестница это заработок какой? Купить еще не стоит? Не, ну по мелочам. Я так по мелочам и тут и зарабатываю. Сколько мы лестница сделали? Володя, числа нету. Везде все, и бои на храмы везде лестницы делали. С какой скоростью? Да какие лестницы? Трактор поднять можно. Я знаю. Мне трудно это говорить, но я предлагаю тебе выехать сегодня домой. Иначе у нас еще не будет. Исправления никакого нет. Зачем тебе тут толочь? Это когда ты все свое давишь. А мне такая забота. Я издергался вес. Ну где Никита? Где он? Что он там делает сейчас? Ты один. Совершенно непредсказуемо остался. Мы кое-как поправились и он теперь там копает. Что он копает? В каком направлении наклон идет? Какая ширина? Какая? Ничего неизвестно. Куда бросает глину? Ни на один вопрос никто не может ответить. Зачем ты остался? Как ты смотришь на это, если ты сегодня выйдешь домой? То есть практически я прогоняю тебя. Мне Серафима сказала, прогони его как можно скорее. Я сказал, да нет, еще вроде какие-то исправления. Она сказала не случайно это. Она видит больше. Больше чем мы все вместе взятые. Пока мы говорим, она на молитве стоит. Надо послушаться вас что? А? Надо вас послушать. Что я буду опять тут свою волю? Нет, не будешь ты слушать. Если у тебя не получается. Как не буду слушать? Я имею ввиду то, что вы говорите. Вы считаете так? Я еще считаю это. Я же не хочу, Игнать Тихонович, ну как сказать, обузой быть. Горошина тебе подарит, чтоб ты не обижался. А я не буду обижаться. Я на вас пишу. Ну как ты на это смотришь? Ну это скорбно конечно, ну а что делать? И там ты где-то в Омске найдешь работу и поработаешь. И там рядом все и сына увидишь. Просто я не хочу расставаться, ну что я ваш это не друг. Вы не будете такого. Понимаешь? Над тобой были разные люди начальники. Но то, что я тебе даю, это самое действенное лекарство. Самое действенное. Факт. Оно не воспринято. Ну, может прорастет. Три месяца ничего не проросло. Не, ну потом, со временем. Нет. Нет. Или сразу или нету. Оно. Написано ныне, когда услышите голос божий, не ожесточите сердец ваших. Ты ожесточаться будешь. Тебя Никита опасается уже и Володя. Ой, да ладно. Не, не ладно. Это качество. Я переплетчиком работал. Переплетчик, реставратор КМИК. И там ножи с арсенала. Одно дело картон резать. Другое там еще что-то. Ножи. И вот у меня товарищ приехал один. Здоровый, крепкий. Даже сравнить не знаю с кем. К Сигарем Дубуновым примерно. Он повернулся и там что-то делает. А в это время я режу. Он повернулся. У меня такое впечатление. Я даже подумал, что вы мне сейчас ножом ударите в спину. Я говорю, а с чего это ты решил? Ну, просто так подумал. То есть мысль совершенно ни на чем не основана. Еще ушел в мир. Потерял веру. Взялся блудником. Развелся. Взял с детьми. Ну и дальше все остальное. То есть он не обратил внимание на мысли, кто им это что подал. А хороший человек был. Такой нормальный просто парень был. Но он не увидел как где и что. А где на рыбалке подошла какая-то бабенка. А дальше уже все пошло. Я говорил ему, смотри не играй этим. Мысль подошла, глуши ее. Уехать сегодня бы надо тебе. Сердце мое подсказывает, что тебе лучше уехать. Мы не будем... Значит, на вас послушайте, Игнат Тихонович. Да. Ну я что, я же... Просто я не хочу... Ну как бы, вы не подумайте, что я там это... Вы говорите ожесточиться. А в смысле, на вас что ли ожесточусь? На любого, на него. На Никиту? А что я на него? Ну я ему все говорю всегда в лицо. Он знает. А говорить не надо тебе ничего. Я тебе сказал, ничего не говори. Говорю, надо записывать. Вот когда беседуем, где места писания, ни одно место не записываешь, не заучиваешь. Заучишь, но ты там может быть даже лучше где-то у тебя получится. Но я его побуждаю, заучивая мест писания даже. Он говорит, я не могу, у меня не вмещается это еще. У меня, Игнатик, сил даже нет на это. Ну, душевных сил нет. Понятно. Неверующий. Нерожденный свыше. Кто говорит от Бога, тот слушает нас. Нас слушает, а не Бога только. А Бога не желаешь слушать тут? Да нет, при чем тут это слушать? Заучивать, чтоб еще... Ну как сказать... А как? Это же тоже надо усилия... Тебе усилия не противопоказаны? Почему? Ну, у меня... Я устаю на работе почти. Ну, не знаю, Игнатик, устаю и... Ну, это по молитве, брат, дается, Виталий. Это по молитве дается еще. Я молился, и мне Господь это дадал. Ну, какая у тебя работа? Где ты мог устать-то? А это пошоркал где-то? Да нет. Ну, какая работа? Я могу сказать, вот, я работаю бетонщиком. Второй этаж, государственная тачка с раствором. И на второй этаж, и целый день. Туда-обратно, туда-обратно. Вот по правой стороне ударь. Вот так стал ударь, и ты спахнешь. А знаете, комар, а сколько раз уже говорил? Комар, ударь вот так. Нет, ты все равно вот так вот. То есть ты покажешь... Да плевал я на ваши слова. Даже самым малым ты не хочешь сделать. Комар улетел. Так, у тебя много каких вещей? Что у тебя? Ты с собой сейчас перебери все. И вечерком на поезд. Тебе в какую сторону? В сторону Кольщина? Не в Омск. Ну да. Во сколько идет поезд? Ну, в пол первого ночи. Ты дорогу знаешь. Собирай все и давай с Богом. Сядешь. Дороги берет купишь. Ничего не получилось? Прости нас. А вы меня простите, Игнатих. А как ничего не получилось? Почему вы так говорите? Ну вот конкретно сегодня. Вот он знает, сейчас мы на кухне были. И опять Виталин, ну где он? Ну что он делает? Ребята, это невозможно. Я представляю, куда ты кидаешь? Как ты копаешь? Тебе все равно. Ну ты вот видел, сейчас Никита пошел. Что там? Совсем там ересь какая-то. Да сейчас не надо об этом говорить. Ты остался один, не послушал двоих. Ну это да. Я их зажал здесь. Как вы могли оставить его? Почему мне оттуда не позвонили, что он не слушается? Да он такой свиреп, он может броситься. Ну что ой-то? Вот они перед тобой, перед тобой стоят. Какой свиреп. Я тебе за глаза это говорю. Что смеешься? То есть такое чувство у человека. Ты в жизни когда не голубей держал? Никогда. А почему? У злого человека голуби не водятся. Голуби это один из определителей внешней стороны. Даже среди заключенных я встречал, которые занимаются голубями. Он попал где-то случайно в драке, пьяно размахался руками-то. Ну на него все и свалили. Вот есть зона такая. Фильм 50 серий. И там тоже он на себя как бы взял. А не сделал. Убил он его, а нож выбросил. И на него все. Да ты там был спортсмен, он чемпион-то. И на него взвалили все. А ему следователь говорит, ты не понимаешь, что следователь этот адвокат-то. У тебя смерть грозит. Ну а дальше он его когда встретил. Да ты друг мой, да что? Ну ты чемпион, тебя не посадят. Я поэтому сказал на тебя. Все. Все кончилось. Он никогда не думал, что все это так кончится печально. Она его допрашивает и говорит, ну ладно. Женщину убил. Почему ты об Иринке не подумал? Он сказал, какой Иринке? Ну ее дочери. Пятилетняя осталась сирота. Он сразу глаза закатил. Он и не знал ничего. А зачем ты убил? Дальше можно не спрашивать. Давай мы сейчас поедим. И на работу я тебе сегодня не посылаю. И зайди к батюшке, попроси благословения. К Серафиме зайди поблагодари. К Неониле поблагодари, кто с тобой занимался и с Богом. Если в дальнейшем что-то у тебя будут изменения, ты можешь нам написать. Точно так же мы можем повторить твой заход вторичный. Сегодня нет, ты достиг меры. Ты сегодня меня достал до самых печеных. Я и страдался. Для меня, что я делаю, это настолько высоко. И вдруг ты там копаешь, да он разрушит всю дамбу. А что, свежий грунт лежит, копай сколько хочешь. Теперь каждый сантиметр надо будет долбить и долбить и долбить. Ну, я им задолбил мозги-то. И этого послал отсюда около двух километров. И он туда и обратно. Пошел и пошел. Так, Володя, приглашаешь нас обедать? Да. Виталий, пошли пообедаем. Виталий! Виталий, пошли пообедаем. Виталий! Продолжение следует...